Ну и кто есть тут с тройкой или шестёркой? Дорогие мои, если вы выжили, вы молодцы! И это братья, давайте! Потому что на нас жизнь испытывает всё. Мы не проклятые, мы не ненормальные. Мы нормальные просто манекены в мерседесах, которые врезаются в стену. Да, выжил манекен или не выжил. Вот манекен это троечка и шестёрочка. Если шестёрочка и троечка, мама моя, мама моя родная. Тут пишите «Молодчинка мой!» Называется «Высший пилотаж профессионализма». Это знаете, что называется? Это не «Высший пилотаж профессионализма». Это просто уже до такой степени ты прошёл через всё, что хочешь, ты уже ничему не удивляешься. То есть для меня намного удивительнее, когда я прихожу, и со мной ничего не происходит. Когда всё происходит ровненько. Вот это удивительно. Вот это для меня удивительно. Я когда пришла в дизайн человека, изучать вот эту систему дизайна человека, я помню, открывает мою карту, мой куратор и такая «Ой, Алёна!» Я такая «Шо?» У меня очень редкий профиль. У нас есть типы по дизайну человека, которые говорят, как работает механика энергии. Есть профиль — это то, как мы в этом мире сосуществуем. У меня один из самых редких профилей. Называется «3-6». Профиль из двух цифр состоит. И у всех, у кого есть тройка в профиле, это люди, которые этот мир познают через свой опыт на теле. И с нами постоянно что-то происходит для того… Мир на нас, короче, испытывает всё то, что в этом мире не работает. То есть все пройдут по каменистой дороге, и никто не сломает ногу, Алёна пройдёт по ровной дороге и нахер ебанётся в каком-то месте 100%, чтобы понять, что вот там точно что-то надо исправить. Понимаете? Хотя никто этого не видел, а я это увидела. И сказала, пошла, и надо это исправлять. Поэтому у всех, у кого есть тройки, имейте в виду, что когда с вами все пиздецы мира происходят, это не потому, что вы проклятые, на вас какая-то порча, я не знаю, вас сглазили, что ещё там мы себе говорим, что я какой-то не такой. Короче, у всех, у кого есть тройка, у всех, имейте в виду, что на вас жизнь будет испытывать всё. Самое главное, что мы очень адаптативные. Все, у кого есть тройка в профиле, мы гиперадаптативные люди. Попала бы в проблему какая-то двойка или, боже, единичка, пятёрки ещё там как-то справляются. Одним словом, попала бы какая-то другая линия, она бы там трагедия была, там была бы трагедия просто. Тройка падает, ей больно, она постоянно падает. Но она потом встаёт и идёт. Недавно тоже слушала, так и говорили, типа, но она встаёт и идёт. Я помню, как я рыдаю после какого-то прослушивания. Я прям пришла домой. Это было прям очень смешно, я сейчас вспоминаю. Я упала на колени. Я начала рыдать, биться башкой об пол. Ну, Алёна, бьюсь, бьюсь. Я отрыдалась. Потом я встаю, делаю так. Говорю, так, всё, пошли дальше. И вот так вот всегда было. Поэтому, когда я тут что-то вам рассказываю по поводу того, как работает наша профессия, это не потому, как работает и как не работает. Самое главное, что не работает. Это не потому, что Алёна такой великий пессимист, что Алёна хочет всех завалить. Или как мне одна мадама писала на Ютубе, ой, я так начала банить людей в последнее время, потому что всё, задолбали меня, всякие неадекваты. Как она говорит, что вы нас тут хотите поубирать всех своих этих, как она мне, блядь, писала, своих конкурентов, что вы нам всё тут рассказываете такое. Ну, короче, профиль состоит из двух цифр. Первую цифру, которую вы реально осознаёте по жизни очень хорошо. Я рассказывала в каких-то сторис, там про пятую, кажется, про вторую немножко рассказывала. И про какую-то ещё, про четвёртую рассказывала. В курсе я очень много об этом говорю, очень много об этом говорю, потому что это реально очень сильно работает. Ну, а тройки имейте в виду, дорогие мои, ну, ни хера у вас с первого раза не получится. Не получится, потому что вы пойдёте, на вас жизнь поиспытает, как не получается, когда все идут, и у них получается, а вот ты найдёшь реально то, что не получается, чтобы это исправить. Ну, на ком-то же надо это исправлять. Но зато адаптативность самая огромная, выживаемость невероятная. И говорится, что если тройка выжила до 30 лет, короче, всё, мы не убиваем потом. И это правда. Ну, не знаю, я на данный момент убиваем ли я или нет. Но самое, знаете, что прикольное, что вот вторая цифра, то есть у нас одна цифра, которую мы осознаём, но я осознаю, что я тройка. Вот это написано, не прыгайте с моста. Ага, я скажу, сейчас не прыгайте с моста. Нельзя заходить без билета на спектакль. Алена зайдёт, потому что интересно. Ну, интересно, а как можно прошмыгнуть и попасть со всему начальству на глаза, ну, короче, сказать, извините, выделяйте вот-вот-вот всё. И тебе это как-то… Тебе это не то, что сходит с рук. Нет, тебе это с рук не сходит. Но надо, конечно, понимать, одну такую вещь, дорогие мои. Вот очень говорят про детей троек, если родители… А мы постоянно попадаем в какие-то беды, без конца, нехотя, жизнь, как говорится, в тебя вламывается сама. Вот. Сама на тебя натыкаются люди, натыкается ситуация. Ты можешь спокойно желать никого не трогать, а на тебя это всё натыкается. Но если родители просто спокойно к этому не относятся, мы очень сильно впадаем в самообнуление и просто уже вообще жить не хотим. То есть мы вот так стоим и мы думаем, что мы какие-то испорченные, вот, просто ребёнок проклятый. Но это нет, это просто такая твоя жизнь. Когда в дизайн я пришла, я вдруг это понимаю, плюс там ещё куча разных у меня там центров открытых, на которых ещё больше это усиливается. Ты понимаешь, что так будет твоя жизнь. И всё, это надо принять. Всё, это надо принять, что на тебе жизнь будет испытывать всё для того, чтобы другим потом сказать об этом и рассказать, как надо, а как не надо. Так вот, вторая линия ещё у нас есть, то есть у нас есть первая цифра, это одна линия. И как бы вторая цифра, в которой мы неосознанно проживаем, а тело наше проживает, или люди это видят со стороны, ты это можешь даже, ну, не замечать, или уже постфактум, как бы подсознательно это видишь или замечаешь. Так вот, у меня профиль три, то есть то, что я осознаю, шесть. Шестёрки до тридцати лет очень похоже живут, как тройки. То есть они тоже делают очень много разных ошибок, прутся в разные опыты, но по сравнению с тройками, которые просто прётся в опыт, потому что уже интересно, как это там, шестёрка прётся в какие-то опыты, потому что она ищет какой-то идеал, потому что она ищет, у неё есть большое всегда, зачем ей это надо. И когда она проваливается, ей очень больно, потому что рушатся её надежды. Куча всего рушится. И после тридцати лет шестёрки говорят, говорят, что, ну как, короче, после тридцати, там более-менее пару лет, шестёрка уходит, говорится, на крышу и начинает наблюдать за всем миром. Вот, наблюдать за всем миром. Я с детства была огромным наблюдателем, я за всеми всегда наблюдаю. У меня огромное количество моего опыта, Боженка меня прям защитил, набранный даже не по моему телу, а набранный по наблюдениям за людьми, огромному наблюдению за людьми. Так вот, шестёрки тоже живут, грубо говоря, до тридцати, там плюс-минус лет, живут как тройки. Вы представляете, это когда ты тройка, плюс ты ещё шестёрка, и ты живёшь как тройка, короче, похоже на три-три, но это не три-три, ну, короче, ты просто, на тебя всё валится. И у тебя всё валится. Но, короче, если ты дожил до тридцати, умница просто, слава Богу вообще, что ты там дожил до этих тридцати лет. Всё, а дальше уже, вот я общалась с некоторыми шестёрками, у кого есть вот эти линии, они мне так и говорят, я сейчас тоже это очень хорошо ощущаю, что вот после тридцати лет такое ощущение, что жизнь немножко остановилась, и ты как будто сделаешь шаг назад, и теперь ты смотришь за тем, что происходит вокруг. У меня, я вам признаюсь честно, знаете, какой у меня самый страшный сон? Мой самый страшный сон, который мне снится, я в холодном поту просыпаюсь, что мне опять надо в общаге жить или мне опять надо с кем-то жить в квартире. Я когда просыпаюсь и делаю вот так на кровати, я понимаю, что я сплю одна, я начинаю плакать от счастья, у меня это каждое утро происходит. Ты проектор, и у тебя всё, ты вышел вот с тридцати лет, если ты выжил, и это всегда очень сильно переломный момент, шестёрки всегда очень хорошо. Вот я общалась просто, я думала, со мной только такое, нет, я общалась с людьми, у которых есть шестёрка в профиле, прям рассказывали, вот да, вот наступил переломный момент, когда жизнь поделилась на то и на то, и ты выходишь на крышу, как говорится, зализывать свои раны, набираться вот этого наблюдения, чтобы потом в 50 опять выйти в мир и уже стать вот этой ролевой моделью, потому что шестёрка — это ролевая модель. И слава Богу в этом случае, когда ты начинаешь осознавать как бы не только свою основную линию, ещё и вторую, которая неосознанна, в моём случае шестёрка, я прекрасно понимаю, что шестёрка, она всегда, если прётся вот в эти опыты, она всегда видит то хорошее, за что можно зацепиться. Поэтому, будучи тройкой пессимисткой, которые вам скажут, что всё не работает, вот это, 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 это не работает. Слава Богу, у меня есть шестёрка, которая вам скажет, а вот это может сработать. Попробуйте вот это и попробуйте вот то. И это всегда будет больше не попробуйте вот это, попробуйте вот то, что сработает у вас тут, в этом мире, здесь и сейчас. Это больше пятая линия вам в этом прям подскажет. Они там тоже бедняги терпят. Вообще ужасно, что они только не терпят эти пятёрки. Особенно профиль 3.5 — это вообще на своей шкуре. или просто вот так вот всё выносят на своей шкуре. Но они, если находят решение по своей пятёрке, они находят очень точное решение здесь, в моменте, сейчас, чтобы решить ситуацию в этом мире. И шестёрка, она всегда будет смотреть немножко трансцендентно на ситуацию. Такой небольшой философ жизни. И я, например, не замечала эти вещи за собой, а в последнее время стала замечать. И мой переломный момент была сильнейшая депрессия, когда я переехала в Германию, умер отец, я переезжала туда-сюда, кучу всяких было ситуаций, когда я просто легла, и я поняла, что всё, я умираю. Пошёл, делай свою любимую профессию, которая меня убивает. Я умираю. И если я сейчас что-то не начну в этой жизни вообще по-другому на это смотреть, то всё будет, вообще пиздец будет. Я начала говорить типа по поводу того, почему сейчас как-то общение с людьми для меня очень острым стало. Мы были на прошлой неделе, была в Болгарии со своими родственниками. Я обожаю тех людей, с которыми я была, обожаю. Но мы были в одной квартирке, хоть я спала в отдельной комнатке, на седьмой день у меня такая головная сумасшедшая боль началась, что я не могла понять, что происходит, при том, что я не находилась с ними нон-стоп. А даже когда мы находились, это было очень классно и очень здорово. Я гуляла по 3-4 часа на море, но этого не хватает тебе, когда ты вышел на крышу, зализывать раны, а не участвовать активно в жизни. Плюс ты проектор. Когда ты находишься только с одним-двумя людьми, чтобы ты мог хорошо направлять свою ауру на этих людей, чтобы проектор пришёл в этот мир, не для того, чтобы блистать в этом мире, а для того, чтобы направлять людей. Направляй! И я это всегда понимала за собой. Я не понимала за собой, почему мне деньги даются ровно столько, сколько мне надо для моей жизни, а не сверху что-то там. Почему у меня там нет какого-то интереса к каким-то таким материальным вещам, кроме серёжек, и это правда, я их обожаю. Я себе сидела и говорила, как такое вообще может быть, что голова моя понимает, что ты любишь этих людей, но если первые 7-6 дней у нас было четверо, и я ещё как-то могла на каждого настроиться, потом, когда приехала ещё мама с тётей, всё, начался полностью расфокус у меня такой жуткий был, я не могла себя собрать, я вообще не могла понять, что со мной происходит, потому что голова мне говорит, что всё нормально, вы замечательно общаетесь, классно проводите время, а тело уже не выносит, просто не выносит. У меня началась жуткая головная боль, и у меня начался, извините меня, такой понос, что я уже не знала, куда себя одевать. Притом, дорогие мои, мы все ели одну и ту же еду, и у всех всё было нормально. Алёну просто. Меня там на самолёт брат отвозил, мне дали таблетки, мне всё шло, ничего не работало, ничего. То есть это вот такая соматическая реакция была на то, что ты больше не можешь находиться в кругу людей. И я поняла, что для меня физическое нахождение рядом с кем-то, если это много, тем более людей, это лимит 6 дней. Дальше нереально. Дальше это может быть, только если у меня отдельная большая комната, так, чтобы хотя бы, знаете, метров 6 вот так вот было, чтобы ты спокойно засыпал, чтобы в ту комнату никто не входил, чтобы понос, если брать психосоматики. Это нарушение твоей территории, кто-то нарушает твою территорию, или это конфликт неперевариваемой злости. Но я думаю, ну блин, злиться, ладно, я злилась, например, на себя, на то, что вот так вот реагирует моё тело. А территория — да, потому что там, где я спала, маленькая комнатка, постоянно заходили люди, и я не привыкшая к этому. И меня, конечно, ну я это нормально воспринимала, что близкие родные люди, но, видимо, тело — всё. Плюс ты проектор, всё. Ой, мне тут пишут, что спасибо, надо бежать на спектакль, или спасибо, что я есть. Я тоже думаю, что спасибо, что я есть. Я вот спрашиваю моего куратора, что что это такое? Как такое может быть? Я выросла, ну блин, я постоянно с кем-то была. И да, для меня ещё самый страшный сон. Меня многие люди не понимают, однако проекторы меня поймут. Манифестеры меня поймут. Вот. Те неэнергетические типы поймут реально. Ну, манифестеры, может, не так, потому что манифестеры вообще так немного по херам до людей, да, они такие закрытые как бы, а проектор, он весь в людей входит. И она просто сказала, что вот ты перешла как бы уже на вот этот этап, да, вот шестёрки, где тебе, у тебя просто, ну, реально меньше энергетических ресурсов на то, чтобы вот быть. То есть смотрите, в чём прикол. Вот я сейчас тоже проектором это скажу. И если у вас есть проекторы в кругу, проектор очень классно может работать. Во-первых, идеально работает один на один, потому что он полностью в тебе. Он полностью в тебе. Ты себя через него можешь увидеть, понять, узнать и вообще. Желаю вам, короче, чтобы люди, с которыми вы, которые являются вашими педагогами, или если вы генератор, то ваша там вторая половинка, желаю вам, чтобы она была проектором. Или хотя бы кто-то, какой-то там проектор был. Но имейте в виду, он это будет просто, вы будете пахать, работать, творить и материализовывать этот мир, который для вас. А проектор у вас будет очень классно направлять. Ну, если вы оба, конечно, будьте здоровыми, да, кукухой. Вот так работает твоя энергия. Ты с этим ничего сделать не можешь, дорогим. Я помню ещё до дизайна, я постоянно чувствовала, что я с кем-то общаюсь, одним, двумя. И я очень много отдаю, я потом мёртвая после этих людей, мёртвая. Но когда вдруг в твоём поле появляется 6 людей, у тебя такой пиздец начинается. Ты просто не понимаешь, на кого тебе сейчас. Я даже помню, вот я лежала с головной болью, они все вокруг, только малая была, у меня джипроектор малая. Она там уйдёт, у меня ещё двойка, она пойдёт, что-то порисует, похихикает, все на неё, ля-ля-ля-ля-ля. А вокруг вот это все остальные генераторы, манифестирующие генераторы. Это бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это без конца. И моя голова такая вжим-вжим, всё, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты не знаешь, на кого это. И мне раньше мои знакомые говорили, Алёна, мама мне вечно говорит, что ты не можешь просто вот так взять, закрыться, чтобы тебе пофиг было до всех. Я говорю, да я могу себе что угодно наговорить. Какие угодно себе техники поделать, ты не уйдёшь против механики работы, своей энергии. Я до дизайна вообще не могла понять, почему это происходит. Я помню, у меня даже мой друг хороший так и говорила, Алёна, ты какая-то бестелая, потому что всё уходит, всё уходит на другого. В чём прикол классности проекторов, когда мы на сцене? Для нас сцена и люди становятся единой массой. И ты уже работаешь на них, как на нечто одно. И там нет уже вот этого расфокуса, когда вдруг перед тобой 10 человек, и ты не знаешь на кого, и ты вообще башка взрываешь. То есть очень классно, когда один или когда два человека, вот так вот туда-сюда, или когда огромная масса людей. Масса! Но когда-то 10 человек, это просто взрыв пошёл. Дорогие мои, я тут, кто присоединился, только шо, я тут начала петь розину, а потом, конечно, перешла на дизайн человека. Ну куда же без этого? Никуда! Алёна, без этого сейчас никуда! Очень много чего, конечно, я могу вам рассказать, потому что я без конца слушаю, изучаю сейчас это, и мне это очень писец как нравится, потому что я просто вижу, как это работает, и всё. Это очень интересно, это неудобно в огромное количество мест, особенно, блин, если вы проектор, если вы манифестер, ладно, манифестер, ещё такое дело, но если вы проектор, как сказала одна, тоже, Чувиха на Ютубе, мне понравилось, она говорит, вы как эти, как птицы, жар-птицы, которые прилетели в этот мир, вообще не для этого мира, вот, вас надо как-то беречь, направлять, но вы попали в мир генераторов, где надо пахать, где всех там любят, уважают за то, что он пашет, материализует, достигает, а вы ни хера не достигаторы в этой жизни, вы не достигаторы, вы инопланетя, я никогда не могла понять, да шо ж со мной такое, не такое, вы понимаете, нет, при том, что я ещё моторный проектор, то есть у меня есть какая-то энергия своя, а есть проекторы, вот, не моторные, это G-проекторы, это ментальные проекторы, то есть там только голова определена, и всё, и люди просто вот, смотря, кому попадут в руки, грубо говоря, вот, тех они и направляют, но те на них очень сильно влияют, короче, эта тема очень интересная, и я, может быть, потихоньку начну об этом говорить, да хера людей на Ютубе об этом рассказывают, честное слово, если вам интересно, просто послушайте, но вот на курсе я говорила, с точки зрения чисто артистической сферы, как это я замечаю, на себе, на своих коллегах, своих знакомых, наверно буду именно с этой точки зрения рассматривать дизайн, потому что это очень интересно, особенно когда мы на эту сцену выходим, что как мы можем влиять на других людей, нам же всем хочется на кого-то влиять, нам же всем хочется выйти, понимаете, вот так глазом сделать, и чтоб все контракты были в мире наши, понимаешь, а хера с два, никогда такого не получится, но мы же живем в иллюзиях, мир иллюзий, однако, да, есть типы, которые могут так делать, но они несут свою, как бы, ношу потом, и свой кред за эти все вещи, все эти, дорогие мои, я вас крепко-крепко обнимаю, вы мне пишите, если вам интересно, все-таки, чтобы я что-то про дизайн рассказывала, я буду так, направлять туда свои мозги, направлять туда свое, потому что я-то слушаю много чего, я не могу не слушать, не могу, такой вот я человек, мне то, что интересно, то мне интересно, я об этом рассказываю, могу рассказать и про типы, могу рассказать и про отдельно центры наши энергетические, как они работают, про эти профили, потому что профиль это очень интересно, То, что я вам сегодня рассказывала про тройку и шестёрку. Ну и кто есть тут с тройкой или шестёркой? Дорогие мои, если вы выжили, вы молодцы. И это, братья, давайте. Потому что на нас жизнь испытывает всё. Мы не проклятые, мы не ненормальные. Мы нормальные просто. Мы как эти манекены в Мерседесах, которые врезаются в стену. Выжил манекен или не выжил? Вот в манекен это троечка. И шестёрочка. Если шестёрочка и троечка, мама моя родная.